Хорошо, с Маргаритой вы в чем-то совпадаете, кроме любви к городу Сочи? Очень много в чем. Нет, любовь к городу Сочи, а точнее к городу Адлер, у меня появилась после того, как там прошла Олимпиада, когда появились дороги, появилась и так далее, там подобная инфраструктура. Сочи как был, так и остался. Каким Сочи был, который я снимал там два года, наверное, на круг провел там за свою жизнь, потому что снимал очень много экспедиций было. А вот Адлер для меня был только аэропорт, сейчас все по-другому. Очень много совпадений, конечно, потому что, наверное, это какая-то ментальность, как бы ты где бы ни родился, в Краснодаре ли, в Москве ли. Но, наверное, что-то есть национальное, для того, наверное, вот эта любовь к большому количеству гостей, к шуму, гамму, к тому, чтобы в доме было много-много людей. Неважно, нужны они, не нужны, ну просто пусть будут, понимаешь? Гулкости оба не любим, вот это когда-то. А есть люди, мой брат Давид, родной брат, он, да, он любит гулкости. Вот пойми, пойми, из одной семьи все вместе. Вы можете поссориться из-за политики? То есть у вас бывают, бывают у вас когда-нибудь дискуссии, или дома политика не обсуждается вообще? Бывает масса дискуссий, но мы все смотрим, оцениваем, знаем, что-то узнаем. Конечно, бывают дискуссии, но если раньше они были полуразные векторы, полуразные, то в ситуации вот нынешней, ты знаешь, как я, знаешь, как в нашем детстве, в юности, когда во дворе кого-то обижают, свой уже не воспринимают. Ну, значит, надо идти и махать. Там кто прав, кто это, ну, нашего же обидели. Потому что, правда, вот последние годы ситуация, ну, такая галтелая, ну, ненормальная. Ну, я реально, у меня ощущение, что они стали Советским Союзом, вот в этом идеологическом, в Запад, да. А мы пытаемся как-то, ребят, ну, как, ну, все. К здравому смыслу, да, его призвать, да. Вот, и здесь, конечно, полный, по основным позициям полное единение, потому что это ненормально. Но ведь в целом, мне кажется, что традиционно... Это касается именно внешней политики. Только внешней? Ну, это, конечно, внешней, потому что и во внутреннем у нас тоже единение, что экономику надо делать, да-да-да-да. Хары кошмарить. Ну, это тут ничего нового нет, но это, правда, объективные критики того, что происходит в нашей экономике, или, скорее, что не происходит в нашей экономике, они абсолютно правы, в большинстве своем правы. Ну, вот я правильно понимаю, что еще там с советской поры давно традиционно среда кинематографа, люди творчества, они настроены на фронду. Фронда, да, фронда, фронда. Это везде. И там тоже. Это везде. Ну, там... Свободомыслия. Хорошо. А понятное дело, что Маргарита Симоньян – это одна из самых заметных, если не самая заметная фигура на идеологическом фронте. То есть это такой вот маршал. Скажем, если бы были воинские звания в инфовоинах... После интервью скажу, что ей дали маршала. Она взяла маршала. Я не знаю, она сама взяла. Она входит в рейтинг самых влиятельных женщин в мире, там, по версии Форбс. Пришлось ли с кем-то порвать отношения из своей среды, потому что сказали, вот, Тигран, вот, ты не прав. Нет. Нет, такого не... Нет, никто мне в лицо никогда не говорил, что Тигран, ты не прав. Ну, какая-то прохлада, может быть, наступила. Нет, нет. То есть сменился ли круг общения после того, как ты развелся с Хмельницкой? Конечно, он сменился. Частично. В силу именно вот этого нового матримониального статуса. Только поэтому, без идеологического аспекта. Да, потому что, ну, если кто-то из... Понимаешь, как? Когда, помнишь, вот в одиннадцатом году, когда Болотка и все остальное, и начали, мною уважаемые, замечательные люди, Тина, Миша Шац или Таня Лазарева на Тину. Тина на Мишу. Канделаки, да. И вот это все, я даже помню, я еще тогда что-то писал, я написал, ребята, вы понимаете, что песочница маленькая. Осень пройдет, или лето пройдет, или зима пройдет, или весна пройдет, песочница останется та же. Нет ничего страшного, причины, из-за которой вы, ну, вот так вот друг друга уничтожаете. Ничего. Вот. Ну, не все услышали. Так вот, я это к чему говорю? Я говорю потому, что я с сожалением отношусь к людям. Понимаешь, когда нам уже постольку лет, и если это мы называем кругом общения, следовательно, что-то нас друг в друге интересует большее, чем поддерживаешь ты единую Россию, или за яблоко ты, или Жириновский твой кумир. Ну, если мы уже общаемся, понимаешь, да, и общаемся, мы не вчера на курорте познакомились, и вдруг ты сегодня выяснил. Ну, если это происходит из-за этого, я не углублялся, правда, я правда не углублялся, я ни у кого не узнавал, потому что я считаю, что это свобода воли. Почему-то тот или иной, я вот сейчас вспоминаю, не общаюсь там год или полгода. Ну, я надеюсь, что это никак не связано с тем, что, вот, точно. Добрый день, друзья, и не другие. В девятнадцатом году я записал совместное интервью с Тиграном Кесаяном и Маргаритой Симоньяной. Это было их первое совместное интервью, и не знаю, давали ли они после этого. Может быть, оно было первым и последним в этом формате. Это выходило на канале Москва24 в рамках проекта «Важная персона», и обычно я беседовал один на один с собеседниками. В этом случае, поскольку у меня совеседников было двое, я попросил коллегу по холдингу «Москва-медиа» помочь мне в этом разговоре. Кстати, тоже был первый и последний вот опыт такого сведения, два на два. Ну, в смысле, в моей практике, я имею в виду. Я долго не хотел выкладывать фрагменты этой беседы, которая была в эфире, напомню, еще раз, четыре года назад. Почему? Ну, вот по причине того, что Маргарита всегда была привлекательной девушкой, но просто с тех пор она еще человек железной воли, она похудела и выглядит значительно лучше, чем выглядела. Хотя, повторю, она всегда была красивой, очень привлекательной и такой вот, не побоюсь этого эпитета, сексапильной женщиной. Ну, потом я решил, что в конце концов, главное, ведь то, что она медиа-менеджер, главное, что она, в общем, фигура такая очень известная. На Западе одна из самых известных россиянок, мне кажется. Был какой-то доклад ЦРУ, где ее имя было упомянуто несколько десятков раз, чаще, чем имя, допустим, Дмитрия Медведева. Но песня совсем не о том. В этой беседе есть фрагмент, который я хочу воспроизвести сейчас о том, что они, как пара, как семья, Киасаян и Симонян, расстались с близким человеком из-за политики. Я знаю, о ком речь, палить не буду, раз они не сочли нужным указать. Но мне кажется, что вот в нынешнем контексте, вот в 23-м году, на фоне специальной военной операции, таких случаев будет значительно больше. Они происходят. Мне приходится расставаться с людьми, которые не разделяют моих убеждений и которые считают, что это было ошибкой. Я считаю, что с Украиной в ее нынешнем виде надо покончить, потому что нацизм, особенно вот в том воплощении, которое мы видим сейчас у наших соседей, у Украины под нами все, это просто страшная вещь. И она заразная, еще ко всему прочему. Вот, но опять же, песня совсем не о том. Песня об этой беседе, я оставлю несколько фрагментов, сейчас один и пару еще потом, которые мы проанонсируем, стало быть, отдельно. Вопрос вам, как семье, расстаться с кем-нибудь из, условно говоря, друзей семьи или из ваших знакомых по, условно говоря, политической мотивации. Я не помню таких. Ты помнишь? Ну, то есть, условно говоря, наш знакомый Андрей Вадимович Макаревич, вы же сейчас с ним... Я не согласна общаемся. То есть, потому что мне не заходите на эту поляну. Мы с Макаревичем никогда не были знакомы. Ну, в смысле, мы не были знакомы. В смысле, мы не были знакомы. Да, очень даже, да. Я же говорю, мы имеем в виду себя, мы с Макаревичем не были знакомы, вплоть до года, наверное, три назад. Это ты, ты, я себе говоришь? О себе я говорю. Когда мы познакомились, после чего он нас пригласил в гости, мы были у него в гостях, потом мы его пригласили в гости, он к нам приехал в гости чуть ли не 1 января. Как раз-таки до того, как возникли все эти вещи, мы вообще знакомы не были, а тут, ну, что и нормально, пообщались. Но вы не общаетесь, условно говоря, на тему Крыма? Нет, почему общались? И находите общий язык? Ну, вы же люди живы. Ну, и свое мнение. Нормальные люди, ну, потому что я там был просто, я-то там был, я-то просто видел. Нормальные люди позволяют друг другу иметь другое мнение. А вот волшебики со склонностью, с любовью к диктатуре не позволяют. Почему их принято называть либералами, это большая глупость, это, конечно, нужно изменить. Ну, Андрей, я не заметил, как вы знаете, ах, вы такие, у воды кусок, ну, вот, ну, прям очень, я не помню, обсуждали ли мы конкретно Крым, Крым, может, и не обсуждали. Потому что не обсуждали. Ну, какие-то вообще политические вещи. Я не вижу проблемы в том, что у друзей может быть другое мнение. Ну, хорошо. Нет, я не вижу, более того, у меня не переходят границы, не происходит с нашей или с их стороны хамства. Конечно, я с одним своим очень близким другом перестала общаться по политике. Не буду говорить с кем, он тоже известный человек. Из-за политики? Из-за политики. Вы разошлись? Мы разошлись, он со мной разошелся. Потому что он посчитал и продолжает считать, что я слишком либеральная и недостаточно патриотична. Вот это два. А есть немножко, кстати. Вот это был. Он очень близко друг. Мы друг друга называли братом и сестрой. А вот так вот даже. Нет, и я считаю, что в некоторых вещах, мне кажется, что в той позиции, которую я вижу, как она артикулируется в той же стоимости всех, мне кажется, что можно было бы быть жестче в плане охранительном. Мне вообще кажется, что Путин, он очень-очень либерален. Мне тоже так. Что вот это вот... Я про правительство вообще не говорю. Мы сейчас в сторону политики, а здесь хочется... Мы же про любовь... Он же сказал вам. Про любовь поговорили. Мы много мы поговорили сегодня. После Макатмы Гандзи поговорить нескольких. Поговорить нескольких. Поговорить нескольких. Я вообще наглую. Садилика фраза, по-моему, взяли. Да.